Толя, расскажи о себе, откуда ты, кто ты по профессии, где ты учился и как ты попал в сетевой маркетинг? Среднюю школу я закончил золотой медалью, круглый отличник. И бытует такое мнение, что отличники это не самые лучшие бизнесмены и так далее, и так далее. Потом в университете я тоже достаточно успешно закончил свою дипломную работу. Благодаря этой дипломной работе мне предложили в аспирантуру продолжить научную деятельность и получил звание профессора для преподавания мастерат. И моя вторая специальность была администрирование компьютерных сетей. В дальнейшем у меня возникла мысль, это как раз был тот период, когда уже заканчивался Советский Союз, то есть все республики рассоединялись, независимость и так далее, и так далее. И по сути дела научная деятельность, она превратилась в такой не очень приглядный вид. И я начал думать о том, как бы уже сформировать или запустить свой бизнес. И вот где-то с 99-го года была сеть салонов сотовой связи. Когда я был первый в 99-м году, это было хорошо. Потом уже как грибы. Грибы после дождя росли вот эти все точки, все параллельные салоны. И уже не тот масштаб был для меня. И в 2007 году я переехал в Уфу. То есть на тот момент, тот город, в котором я жил, из которого переехал в Уфу, не было ни одного, наверное, человека, который понимал бы, что я делал. То есть у меня был сформированный бизнес. То есть у меня было три квартиры. Подходила новая квартира в уже строящемся доме. То есть достаточно все хорошо с точки зрения обывателя. Я все это продаю и переезжаю в другую страну и в другой город. Тогда этого никто не понимал. Сейчас, конечно, они уже смотрят на это по-другому и видят результаты. То есть в 2007 году я начал искать бизнес, новую бизнес-идею. Попробовал много направлений, но тоже классический бизнес. Включая некоторые моменты, например, в Уфе или в Башкирии, я запускал впервые вообще. И достаточно успешно, но проходило какое-то время, не мой, наверное, уровень. То есть мне нужно было больше уровень заработка, больше. И опять сходило к тому, что я искал нового. Пока не повстречался с тобой, Роман. Причем это произошло так же, с одной стороны, это спонтанно, а с другой стороны, оно все по-своему шло чередно. И если говорить тогда осознанно, я тогда, наверное, не понимал, что это сетевой маркетинг или MLM. Я просто шел, как бы я занимался обычным делом. Толя, скажи, пожалуйста, а за твою карьеру был ли такой период, когда ты хотел все бросить? Наверное, такие периоды, наверняка такие периоды бывают у всех. Потому что жизнь, она такая штука, без падений и подъемов не бывает. И у меня это так же было. И было это в таком плане, что когда у меня был линейный бизнес, я там тоже успешно зарабатывал деньги. И у меня, когда я уже осознанно занимался каким-то другим делом, или в частности уже перешел в сетевой маркетинг, у меня были какие-то начальные средства, которые я инвестировал в развитие уже бизнеса здесь. И получился такой момент, что, может быть, я не осознал масштабы или немножко недооценил возможности. И, естественно, в моей жизни появился вот этот провал, о котором мы и говорим. И вот тогда, недели две-три, у меня был очень сложный период, когда я не понимал, когда у тебя есть деньги, ты нужен всем. Когда у тебя нет денег, вот все отвернулись от меня. Я остался один, абсолютно один, сто рублей никто не даст. И только, и вот я часто это на своих лекциях рассказываю, только один человек тогда мне помог, не деньгами, это ты, Роман, был. Потому что действительно дашь человеку деньги, это ему не поможет. Ты мне дал большего, ты мне показал путь и дал тот инструмент или ту удочку, с помощью которой я вышел из того состояния. И более того, сейчас уже опять же появилось окружение, те люди, которым я опять стал нужен. И уже в нашей компании фактически вот сейчас успеть бы доносить информацию. То есть я уже фактически частные встречи не провожу, потому что у меня через день я фактически в другом городе. Ты мне когда-то говорил, что ты телевизор не смотришь. Это было еще лет пять назад, там даже больше. Я сейчас обнаружил такую вещь, что когда я листаю эти каналы, криминал какой-то, негатив какой-то, там кого-то убили, там разрушились. Я раньше это тащил вот так сам, сам на себя. Сейчас оно само от меня отскакивает, потому что даже времени думать об этом нет. Не то, что еще просто рассуждать или там приводить какую-то логическую цепочку. Я когда раньше к тебе приезжал и задавал один вопрос, открой секрет своего успеха. И ты мне тогда говорил, в чем секрет. Сейчас я приезжать, когда буду к тебе, я буду постоянно говорить, «Я знаю твой секрет успеха». Все у нас в голове. И вот именно этим этот путь ты мне показал. И это самое главное не только в сетевом маркетинге, это в жизни. А благодаря сетевому маркетингу я могу сказать точно, что я сейчас научился, это помогает и в любых отношениях, включая семью, включая друзей, приятелей, просто отношения в обществе. На многие вещи я стал смотреть совсем по-другому и реагировать совсем по-другому. И смотрю сейчас, и с улыбкой вспоминаю, как там несколько лет, какое-то количество лет назад, как я решал какие-то вопросы. И сам себя с улыбкой смеюсь, можно сказать. Это только благодаря нашей компании, благодаря сетевому маркетингу. Потому что сетевой маркетинг — это общение людей. Самое трудное — это работать с людьми, потому что у каждого своя психология. Но задача руководителя как раз и есть сохранить этот командный дух. И то, что я понял, самое главное, что сейчас сделай богатыми других людей, и ты станешь еще намного богаче сам. Я несколько раз пытался изменить мир вокруг себя. Оказывается, это нельзя. Но можно изменить себя, и изменится мир вокруг тебя. Полюби себя, и полюбят и тебя. И я этому каждый день нахожу подтверждение. На самом деле люди все одинаковые, они ищут простого. Идут на деньги, на успех. Наша компания это позволяет вполне реализовать, если ты действительно сам этого хочешь. Анатолий, а что сейчас у тебя нового происходит? Как развивается вообще твоя карьера? Я сейчас не то что карьера, я поражаюсь, как оно происходит сейчас. Потому что по-другому на меня начали смотреть люди. Когда у меня началось меняться что-то в жизни. В частности, вот дом построил, там машину хочу поменять. И люди видят вот эту жизнерадостность, видят стремление к лучшему. И самое главное, что я обнаружил, что люди начали делать то, что делаю я. Хочешь быть успешным, делай то, что делает успешный человек. Хочешь зарабатывать достойные деньги, делай то, что делает человек, который зарабатывает реально. И просто за мной стали идти люди. Я стал поражаться этому. Я стал анализировать. И когда пришел такой момент, что анализировать на самом деле не нужно. Прошлое. Анализировать нужно то, что ты делаешь сейчас. Потому что то, что в прошлом уже не изменишь. И оно абсолютно не должно влиять психологически на твой сегодняшний день и на завтрашний день. И я это когда осознал, мои результаты резко пошли вверх. А помог мне в этом только общение в рамках нашего бизнеса, сетевого маркетинга. Спасибо, Анатолий. Спасибо за твое интервью. Спасибо за твой опыт, за твои откровения. Спасибо за то, что ты делишься своими наработками и своим личным секретным успехом. Спасибо. Спасибо, Роман. Удачи. Продолжение следует...